Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирад Шарафудинов и сегодняшнее видео из точки А в точку Б. Я с 2001 года знаком с сетевым маркетингом, моя мама сетевик, и я за это время видел, что большинство людей в сетевый маркетинг приходит не от хорошей жизни. Как за последним глотком воздуха. Да, бывает, приходят предприниматели, и когда они приходят, они умеют считать, они знают, что нужно сделать для того, чтобы получить результат. Большинство же остальных людей даже не задумываются об этом. Если их спросить, что нужно сделать, чтобы заработать тысячу долларов, то, скорее всего, в его глазах вы увидите, что нужно проводить какие-то встречи. А объективно, какое количество должно быть человек в команде, какой нужно сделать товарооборот, они об этом даже не думают. И некоторые люди приходят в сетевой бизнес, как будто они положили деньги в банк на депозит, и все должно работать само, то есть уже деньги должны идти. Но, тем не менее, давайте представим, мы сейчас находимся в некой точке А, и мы хотим прийти в точку Б. Ну, считается, что для того, чтобы попасть в 3% самых успешных сетевиков, нужно зарабатывать как минимум 10 тысяч долларов. Вот, считаем, что точка Б – это 10 тысяч долларов. И чтобы получать 10 тысяч долларов в месяц, то нужно понимать, что в среднем в APL лидер получает 10% от товарооборота. То есть, чтобы получать 10 тысяч долларов, нужно создать организацию, которая сделает товарооборот за месяц в 100 тысяч долларов. То есть, вам нужно создать такую лидерскую команду, автономную, которая будет ежемесячно делать такой товарооборот, и вы будете получать авторский чек за создание этой команды. И большинство людей даже не задумываются об этом, какой нужно объем работы проделать, чтобы был этот результат. И поэтому они разочаровываются, потому что они объективно не понимают, что нужно делать. И через месяц, через два, через три они уходят из этого бизнеса, может быть, даже не начавшись, может, кто-то стесняется, кто-то испытывает большой дискомфорт, когда ему говорят «нет», и так далее, и так далее, и так далее. Из точки А в точку Б вас ждет много всего интересного. Первое, что вас ждет, это большое количество «нет». Люди будут вам отказывать, потому что у них нет причины включаться в этот бизнес. 99% людей никогда не достигнут высокого уровня жизни, то, что мы называем «изобильной жизнью». Только 1% людей достигает уровня «изобильной жизни». Почему? Потому что у них есть БАЦ, большая эмбициозная цель. У них есть энергия, чтобы двигаться к своей цели. У них есть действие, это третий пункт. И четвертое, это терпение. Все, что нужно для того, чтобы зарабатывать деньги. Большинство людей этого не делают, и поэтому они будут мешать вам добиваться ваших целей. Поэтому будете получать большое количество «нет». И в этом нет ничего страшного. Этого не избежать. Я сейчас обращаюсь к людям, которые только начинают этот бизнес на старте. Может быть, месяц, два, три, пять. Кто-то уже получил большое количество отказов. Потому что этот бизнес устроен таким образом, это его основа, что он перенасыщен отказами. И не нужно думать, что с вами что-то не так. Поэтому все в порядке. Но бывает и хуже вариант, когда люди сначала говорят «да», а потом говорят «нет». Это происходит тогда, когда на презентации они зажигаются, им рисуют картинки, что они могут зарабатывать большие деньги. Но когда дело доходит до действий, они говорят, что «нет, это не для меня», и продолжают жить той жизнью, которой жили до этого. Но есть и обратная сторона. Когда вы продолжаете двигаться, «нет» превращается в «да». И у большинства лидеров бывают такие ситуации, когда им сначала сказали «нет», и тот смотрит, что он продолжает двигаться, получает какие-то результаты, видит, что там машину купил, может, за границу поехал, может быть, выступает перед людьми. И тот сидит, думает «ага, я, похоже, что-то проспала, я что-то не услышал». И очень часто «нет» превращается в «да». И у меня тоже была такая ситуация, когда я Любе Григорьевой дал каталог, мы не были знакомы, она почитала, вообще сказала «нет, ничего особенного, мне не надо». И через полгода, когда она наблюдала за мной в соцсетях, она задала вопрос «как ты работаешь?». Когда мы встретились, все там уже было дело техники. Сходили на презентацию, она подписалась на директорский статус, потом подняла до VIP-статуса. Сейчас активно строит команду, участвует во всех мероприятиях. Поэтому не обращайте много внимания на «нет», это нормально. Помните, что это ваш опыт. Через 20 личных встреч вы уже будете совсем другим человеком. У вас будет опыт больше, чем у людей, которые, может быть, 2-3 года в этом бизнесе, но они сидят на месте, ничего не делая. В общем, только действие, терпение, энергия и большая амбициозная цель привезут вас к деньгам. Желаю больших успехов и до следующего видео. Пока!